Добрый день, уважаемые участники вебинара! От лица компании «Полка системы» приветствую вас на нашем мероприятии и благодарю вас за то, что вы нашли время для участия в этом мероприятии. Надеюсь на то, что оно покажется вам интересным, полезным, как для вас лично, так и для вашей компании в целом. Позволю себе еще раз напомнить тему нашего сегодняшнего вебинара. Звучит она следующим образом – обзор технических решений для применения в электроэнергетической отрасли промышленности. Тема довольно таки непростая. Тема требует действительно очень глубоких познаний, опыта. Сейчас я вас познакомлю с содержанием нашей сегодняшней беседы. Итак, вы содержание сейчас видите на экране. Мы рассмотрим несколько технических решений, ну таких, скажем так, типовых решений. Не факт, что это ту информацию, которую вы сегодня увидите на экране, надо воспринимать уж слишком дословно. Цель сегодняшнего вебинара, как и, в общем-то, других вебинаров, которые мы проводим. Просто как-то опозначить то оборудование, которое мы предлагаем и те варианты по его применению, которые нам видятся возможным. Итак, сейчас мне хотелось бы перечислить те системы, которые мне хотелось бы вас сегодня познакомить. Итак, первое, с чем мы познакомимся, это система автоматизации работы подстанции. Второе, это система контроля качества электроэнергии на промышленном предприятии. Третье, система мониторинга и управления пунктами релейной защиты на подстанции. Четвертая система, это автоматизированная система управления наружным или, другими словами, можно сказать, уличным освещением. И завершим мы нашу сегодняшнюю встречу обсуждением, в общем-то, достаточно такой интересной темы, многим из вас наверняка знакомы, это автоматизированная система контроля и учета электроэнергии, ОСКОЭ. Итак, первая система, которую я вам предлагаю для обсуждения, это система автоматизации работы подстанции. Вы, в общем-то, сейчас структурную схему эту видите на экране. Для чего предназначена эта система? Система предназначена для сбора, анализа, обработки, визуализации, передачи и хранения информации технологического характера, а также для автоматизированного управления оборудованием подстанции. Ну вот, собственно, как и любая система управления, та система, которую мы сейчас видим на экране, ее можно разбить на подуровни, некую систему управления и объекты управления. Как правило, в верхней части изображения указывается сама система. В данном случае мы с вами видим выделенный розовым цветом, мы видим с вами некую локальную сеть, в которой объединены несколько рабочих станций, на которых установлено программное обеспечение SCADA-эксперт CLIA SCADA. Это программное обеспечение. На сегодняшний день выпускается компания Schneider Electric, с которой у нас установлены тесные партнерские отношения. Раньше это программное обеспечение производилось другой компанией Control Microsystems, но, в общем-то, в силу определенных обстоятельств, бизнес этой компании Control Microsystems был продан Schneider Electric и сейчас правообладателем является компания Schneider Electric. Что мне хотелось бы сразу сказать, может быть, для тех, это будет полезная информация для тех участников, которые по каким-то причинам сегодня впервые присутствуют на нашем вебинаре. Значит, эта система CLIA SCADA, она изначально ориентирована на три таких самых, наверное, важных направлениях. Это энергетическое направление, это система водоотведения и системы, различные системы в нефтегазовой отрасли. Так вот, собственно, вот так как наша сегодняшняя встреча посвящена электроэнергетике, то, естественно, мы с вами будем говорить об этой системе применительно к этой области промышленности. Но если по завершению нашей сегодняшней встречи вас эта система заинтересует и вы захотите узнать о ней поподробнее, то я вам рекомендую найти в интернет тот вебинар, который я проводил некоторое время назад, который был специально посвящен этой тематике. И там вы сможете подчеркнуть какую-то дополнительную информацию по этому поводу, по поводу этой системы и ее возможностей. Ну, а если эта информация, которую вы там найдете, вам покажется недостаточной, то вы можете найти дополнительную информацию на нашем сайте, адрес которой я укажу в самом конце этой презентации, ну или по адресу электронной почты нашей службы поддержки. Итак, возвращаясь к системе, мы с вами видим, что центр управления, да, вот выделенный розовым цветом, прямоугольником розового цвета, связан по локальной сети с подчиненными структурами. Там тоже устанавливается это же самое программное обеспечение, ну, учитывается особенность специфики, да, каждой из представленных структур. Система Клиоскада обладает достаточно широким спектром возможностей и позволяет настраивать, да, возможности этой системы, да, способности этой системы, исходя из конкретного функционала. Что касается системы передачи данных, да, мы говорим сейчас уже о сетевых технологиях, то мы с вами видим, что все рабочие станции объединены в сеть. В качестве коммуникационного оборудования здесь используются Ethernet-коммутаторы. Мы предлагаем здесь два решения по построению таких сетей. В первую очередь это Rugged.com оборудование. Наверное, это самое надежное в мире оборудование, или относящиеся, эта компания относится к категории самого высоконадежного оборудования, которое, в общем-то, ориентировано для применения в промышленности именно под эти задачи. Но самым таким, наверное, большим недостатком, если так можно сказать, да, недостатком слова все-таки надо взять в кавычки, потому что чудес на свете не бывает, является стоимость этого оборудования. Что мне хотелось бы здесь сказать? Что оборудование Rugged.com обладает достаточно высокой степени устойчивости к электромагнитным излучениям и большим броскам тока. Это оборудование позволяет работать в условиях таких крайне низких температур. Вот температурный диапазон, который указывает производитель, от минус 40 до плюс 85 градусов по Цельсию, причем без вентилятора. Это оборудование обладает встроенными функциями по безопасности, обладает функциями высокоточной синхронизации, да, в оборудовании используется очень высококачественная элементная база, проверенные программные решения. И если на сегодняшнем вебинаре присутствуют специалисты-разработчики, они меня очень хорошо поймут, что любое решение, да, решение, которое, ну, скажем так, им нравится во время разработки, красивое решение, надежное, да, то это решение, как правило, тянет за собой увеличение стоимости. И вот эта вечная дилемма разработчика, к сожалению, от нее никак нельзя уйти. Так вот, продукция компании Rugged.com, это, ну, своего рода симбиоз вот этих высококачественных аппаратных и программных решений. Если по каким-то причинам у вашего предприятия нет таких финансовых возможностей для приобретения такого высококачественного оборудования, да, то есть, ну, менее такой дорогой, но достаточно высоконадежное оборудование, это оборудование компании Кореникс, с которой наша компания имеет давние тесненные связи. И те, кто сегодня может быть присутствующие на вебинаре специалисты, которые уже работали с этим оборудованием, производства компании Кореникс, ну, подтвердят мои слова. Так что, вот, мы предлагаем вот такие два конкурентноспособных решения, и каждое оборудование, естественно, прошло соответствующую сертификацию и имеет разрешение для применения для тех или иных областей промышленности. Итак, возвращаясь к нашей схеме, мы с вами можем обратить внимание на то, что информация, которая передается в системе управления, да, а мы здесь видим вот внутри этого овала, который обозначен таким линией синего цвета, что здесь поддерживаются различные стандарты по передаче, да, это МХ-60870, это МХ-61850, это ДИН-П3 и более известный МОДБАС, то есть достаточно большой спектр протоколов, которые поддерживаются этим оборудованием. Также вы видите на рисунке, что к Ethernet-коммутаторам можно подключать IP-видеокамеры, которые также наша компания предлагает. Мы работаем с компанией Акти в этом направлении, которая, в общем-то, пользуется, продукция, которая пользуется достаточно большой популярностью и уважением на нашем рынке, а также на зарубежных рынках. Ну и посмотрите, пожалуйста, вниз, в нижнюю часть рисунка, что информация, пройдясь передачей данных, попадает на специализированные контроллеры. Если вы внимательно посмотрите, вот, да, или в правую часть, или в левую часть экрана, эти контроллеры называются Scadapack Smart RTU. Причем здесь мы рекомендуем использовать не стандартные контроллеры Scadapack Smart RTU, а контроллеры Scadapack серии ES, которые специально производителям разработаны для применения в электроэнергетике. Потому что это оборудование, скажем так, выполняет ряд требований, ряд условий, которые предъявляются к этой области промышленности. Это оборудование Scadapack также выпускается компанией Schneider Electric. И что, в чем здесь, в общем-то, достоинство? Достоинство в том, что здесь вы получаете программно-аппаратный комплекс, программное обеспечение клея Scadapack, о котором мы уже с вами сказали, да, в начале нашей беседы, и контроллеры Scadapack. Это оборудование от одного производителя. Поэтому риск того, что у вас произойдет какое-то, ну, скажем так, недопонимание в работе этих устройств, да, какой-то конфликт, практически отсутствует. Ну и, в свою очередь, эти интеллектуальные RTU, а именно так переводится, да, аббревиатура Smart. Эти устройства, они занимают своего рода такую среднюю позицию, да, между ПЛК и стандартным RTU. Поэтому производитель назвал их Smart RTU, интеллектуальным RTU, потому что они сочетают возможности и первого класса, и второго класса устройств, которые я вам перечислил. Что касается возможностей этих контроллеров, то хотелось бы мне сказать следующее, что контроллеры поддерживают работу по стандартам MAG-60870, BFISP, протокол DNP3, MATBUS, а также существует возможность написания и поддержки нестандартных протоколов, что очень важно. Ну, а в качестве объектов управления, мы с вами видим, в самой нижней части экрана выделены зеленым цветом, могут выступать различные оборудования, да, как счетчики, устройство защиты фидерных линий, силовые трансформаторы и другое оборудование. Итак, какие функции выполняет эта система? Исходя из возможностей программно-аппаратных средств, все функции можно, ну, скажем так, охарактеризовать следующими предложениями. Итак, первое, это выполнение диагностики устройств автоматики и релейной защиты. То есть информация от устройств контролируемых или управляемых подается на контроллеры с Кадапак, да, серии ЕС, которые передают эту информацию в соответствующем формате в систему передачи данных, а из системы передачи данных она поступает на рабочие места персонала эксплуатационного. Дальше, что, какие функции выполняет эта система? Это анализ действий по сигнализации. То есть мы получили какое-то сообщение и можем проанализировать его. Что под этим сообщением подразумевается в системе? Далее, первичная обработка и сбор данных, формирование базы данных, ну, это типовые функции, да, системы, СКАДа, регистрация переходных процессов и аварийных ситуаций, фиксация времени и факта выдачи команд управления, документирование и отображение информации для оперативного персонала, контроль продолжительности работы и контроль безопасности объекта. Большинство из этих функций, конечно, привязаны к системе Клиаскады, с которой я вас уже познакомил, поэтому это, в общем-то, еще раз подтверждает важность и возможности этого оборудования, этих программно-аппаратных средств. Что бы мне хотелось бы сказать в заключении, говоря о системе автоматизации работы подстанции? Что благодаря повышенной гибкости и масштабируемости данная система может использоваться как для автоматизации одной ячейки, так и для автоматизации нескольких подстанций, включая генерирующие объекты и распределенные сети. Также мне хотелось бы здесь отметить еще один такой момент, который, в общем-то, я уже сегодня касался. Это возможность работать в достаточно агрессивных условиях окружающей среды, что, согласитесь, в условиях температурных нашей страны очень немаловажно. Теперь предлагаю вам перейти к следующей теме. Следующая система посвящена вопросу контроля качества электроэнергии на промышленном предприятии. Могу вам сказать, что по опыту моей работы этому вопросу уделяется все больше и больше внимания. Так как от нестабильного электропитания, от некачественной системы электроснабжения, зависят очень многие технологические процессы на предприятии. Когда останов того или иного оборудования ведет, если не к катастрофическим каким-то последствиям, то к очень высоким убыткам предприятия. Поэтому сегодняшние возможности, которые у нас появились после того, как пал железный занавес, позволяют все-таки работникам предприятий реализовать различные системы, которые способствовали бы улучшению проведения технологических процессов, прогнозируемости работы предприятия, снижению убытков. Итак, как резюме, для чего, собственно, предназначена эта система? Система предназначена для осуществления контроля качества электроэнергии в системах электроснабжения и контроля расхода электроэнергии. Структурная схема представлена на экране. Как и на предыдущем слайде, центр управления выделен прямоугольником розового такого цвета. Здесь мы с вами видим локальную сеть, в которой объединены армы специалистов, предприятий или организации какой-то. Мы видим с вами сервер баз данных учета электроэнергии с установленным программным испечением Клиаскада. Не будем подробно уже на нем останавливаться. И видим с вами объектов управления, выделенные вот таким вот синим цветом. Да, и эти объекты объединены между собой в локальную какую-то вычислительную сеть, может быть, какие-то другие сетевые решения. Ну, а каждый объект представляет собой, смотрите, да, Ethernet-коммутатор, как, в общем-то, элемент неотъемлемой системы передачи данных с подключенным сервером последовательных устройств. Ну, а в свою очередь к серверу последовательных устройств подключается контрольно-измерительное устройство от компании Сотек. Еще одна компания, с которой наша компания полка системы имеет достаточно такое тесное сотрудничество и взаимодействие. Компания достаточно хорошо известна на электротехническом рынке, производит достаточно широкий спектр оборудования для применения в электроэнергетике. Это могут быть приборы учета электроэнергии, приборы контроля качества электроэнергии, многофункциональные измерители электрических параметров, детекторы замыканий и ряд другого оборудования. Ну, и, конечно, эта продукция сертифицирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации. Ну, в качестве системы передачи данных, оборудования, да, для построения системы передачи, может использоваться то оборудование, которое я перечислил вам, описывая предыдущую систему. Итак, давайте перечислим и рассмотрим функции системы, которые она выполняет. Итак, первое, это постоянный сбор информации о качестве электроэнергии с удаленных измерительных приборов, устройств, как хотите назовите, да, эти устройства. Дальше. Проведение анализа результатов электрических измерений. Следующий момент. Оповещение диспетчера в случае отклонения параметров от допустимых значений. Ну, это функция, естественно, системы склада. Оперативное уведомление энергосбодовой компании о снижении качества электроэнергии. Что в последнее время, в общем-то, с каждым годом вопрос взаимоотношений с поставщиками электроэнергии приобретает, в общем-то, все более злобный такой характер. Поэтому эта функция, в общем-то, востребована у заказчиков. Учет потребления электроэнергии, введение журнала событий, ну и предоставление отчетов о качестве электроэнергии за определенный период в удобной для пользователя форме. Конечно, эта система может предоставить пользователю ряд других функций, но какие-то основные функции, основные моменты, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание, здесь, собственно, представлены. Ну, давайте перейдем с вами к следующей системе. Это система мониторинга управления пунктами релейной защиты на подстанциях. Тоже достаточно серьезная тема, тема наверняка интересная специалистам, которые работают в области электроэнергетики. Для чего эта система предназначена? Система предназначена для обеспечения безопасной и быстрой работы устройств релейной защиты подстанции. Ну, структура этой системы представлена сейчас на экране. Мы видим все тот же центр управления, как неотъемлемые часть любой системы управления. Чуть ниже, таким вот светло-синим цветом, представлена диспетчерская подстанция. Она имеет такую достаточно сложную структуру. Обратите внимание, мы видим с вами несколько локальных сетей с армами диспетчеров, подключенными к этим сетям. На серверах установлено программное обеспечение Клиаскада. Ну и все эти рабочие станции или, другими словами, автоматические рабочие места диспетчеров подключены к СТИ предприятия посредством Ethernet-коммутаторов. Ну, вот здесь вот мы с вами видим, нарисовано оборудование от компании rugged.com. Мы с вами видим здесь и маршрутизатор, rugged router, и коммутатор rugged switch. Все это оборудование от одного производителя. Ну, конечно, мы рекомендуем такие варианты, хотя возможные варианты по замене. И вот обратите внимание, что исходя из особенностей построения этой системы, исходя из особенностей эксплуатации таких объектов, коммутаторы включены в разные подсети. Вот подсеть, выделенная красным цветом, это подсеть, которая обеспечивает мониторинг, а вот темным цветом это управление. Это исходя из особенностей деятельности предприятия, да, особенностей технологии контроля. И управление. И функция, которую выполняет эта система. Итак, прежде всего, это мониторинг состояния устройства релейной защиты в режиме реального времени. Вторая функция, которую выполняет система, это формирование, обновление и корректировка базы данных. Третья функция, которая, в общем-то, нам знакома уже по предыдущим системам, как и некоторые другие, которые здесь представлены, это регистрация аварийных ситуаций, анализ осциллограмм. Четвертая функция, это передача команды управления от устройств верхнего уровня на устройство релейной защиты в случае возникновения нештатной ситуации. Синхронизация работы компонентов, это пятая функция, формирование отчетов и непрерывный обмен информацией с центром управления подстанцией. Все это, опять же, реализуется благодаря возможностям тех программно-аппаратных средств, которые предлагает компания ПЛК-системы, ну и, конечно, производители этого устройства. Ну, а следующая система, наверное, она более такая для ряда сегодняшних участников вебинара, более такая приземленная, наверное, тематика, это система автоматизированного управления наружным уличным освещением. Система предназначена для обеспечения централизованного автоматического и оперативного диспетчерского управления режимами освещения улиц. То есть здесь подразумевается как возможность автоматического управления, так и возможность управления в ручном режиме. Ну, что мы с вами видим на экране, да, на структурной схеме? Это диспетчерский пункт, где установлены армы диспетчеров, это сервер, в котором мы подключены армы с установленным программным обеспечением Клиаскада. Уже знакомую нам с вами систему передачи данных, которая построена на базе Ethernet-коммутаторов. Возможности по выбору оборудования для построения этой сети я вам перечислил. В качестве протоколов передачи информации мы с вами видим, могут использоваться стандарты МЭК 5870, 61850, протокол DNP3 и Modbus. Ну, а в качестве объектов управления мы с вами видим, да, вот такие на экране прямоугольники, выделенные таким зеленым цветом, где установлено оборудование Satec, которое я уже вас познакомил, контроллеры SCADA-PAC, причем можно здесь использовать обычные контроллеры, стандартные, не серии E, ну, а также датчики освещенности, да, которые позволяют установить автоматический режим включения и отключения света, да, управлять уличным освещением. Ну, вот, что касается фон, который мы с вами здесь видим на экране, ну, здесь наша компания предлагает, в общем-то, самостоятельный выбор оборудования, который сама компания, да, или какая-то организация выберет для своей системы. Конечно, если нет возможности использовать проводные каналы передачи информации, можно, в общем-то, использовать и беспроводные системы связи. В качестве каналов, в качестве стандартов, да, и протоколов передачи, можно использовать такие широко известные стандарты передачи, как GSM, GPS, Wi-Fi, Wi-Max, то есть здесь никаких ограничений нет. Какие функции позволяет выполнять эта система? Так, прежде всего, конечно, любая система автоматическая, она предназначена для упрощения работы эксплуатационного персонала, да, внедрения автоматизации в работу предприятия. Ну, и, конечно, эта система тоже подразумевает внедрение функций автоматического включения и выключения светильников наружного освещения в соответствии с графиком освещения или по командам от диспетчера. Вторая функция – это учет потребления электроэнергии. Третья функция – это контроль текущего состояния управляющих блоков наружного освещения. Этот контроль осуществляется посредством контроллеров Scadapack, да, который собирает соответствующую информацию с устройств и передает их в центр управления. Следующая функция, которая выполняет эта система – это контроль параметров и обнаружение перегрузок сетей освещения. Здесь применяется для этих целей, в частности, оборудование СОТЭК, хотя, конечно, в общем-то, если это оборудование по каким-то причинам не устраивает заказчика, ничто не мешает заказчику установить какой-то другой тип оборудования от другого производителя. Следующее – оперативное освещение диспетчера в случае возникновения нештатной ситуации, контроль несанкционированного доступа в электрошкаф, введение журнала событий и воспроизведение сохраненной информации в виде графиков, таблиц, мнемосхем с указанием текущих значений информации на экране дисплея как за текущие сутки, так и за любой день из архивных данных. Это, в общем-то, функция системы Клиоскады в явном виде. Следующая и последняя система, которую мы сегодня рассмотрим в рамках нашего вебинара – это автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. Это система ОСКОЭ. Ну, в общем-то, мне тоже в свое время, работая в одном из головных предприятий одного из ведущих предприятий нашей страны, тоже, в общем-то, ну, краем удалось поучаствовать в этой работе. Работа очень непростая. Требования к этой системе могут отличаться от одного предприятия к другому. Но основная цель, основное назначение этой системы все-таки так или иначе прописано во всех нормативно-технических документах, которые разрабатываются на предприятиях. Итак, для чего, собственно, эта система предназначается? Для чего она разрабатывается и вводится на предприятиях? Прежде всего, это для автоматического сбора, обработки и хранения информации о потреблении электроэнергии, а также для предоставления необходимой информации оперативному и техническому персоналу. Ну, структурная схема, да, один из вариантов реализации этой схемы. Вы сейчас видите на экране. Основным звеном здесь, конечно, является арм главного инженера. На этом арме устанавливается программное обеспечение Клиаскады. Этот арм имеет выход в сеть передачи данных для управления и сбора информации от различного вида устройств, да, или объектов наблюдения. Причем, обратите внимание, что здесь могут использоваться не только проводные каналы связи, ну, в данном случае мы с вами видим, да, сеть передачи данных, которая выходит на контроллеры скада ПАК серии ЕС, ну, и есть возможность использовать беспроводные каналы передачи данных. Вот, собственно, я вам показываю, да, которые позволяют, в общем-то, осуществить связь, осуществить коммуникации с удаленными объектами. Согласитесь, не всегда есть возможность и, в общем-то, потребность использовать проводные каналы связи. Поэтому использование беспроводных каналов связи является очень неплохой альтернативой. Ну, и, собственно, связь осуществляется с диспетчерскими центрами в качестве альтернативы, да, или в качестве другого объекта для связи. Это может быть арм-учёта. В качестве оборудования, с которого снимается информация, могут использоваться счётчики энергии, реле-защиты, ну, и другое оборудование. Протоколы, по которым работает, да, по которым осуществляется этот информационно-логический обмен, вы видите на экране. Также хочу ещё раз подчеркнуть, что помимо стандартных протоколов информационно-логического взаимодействия в сети, могут использоваться и нестандартные протоколы. Такую возможность оборудование Scadapack вам предоставляет. Итак, какие функции выполняет эта система? Функций, которые вы сейчас видите на экране, не таких и много, это базовые функции. На самом деле, в зависимости от предприятия, исходя из особенностей деятельности предприятия, этот перечень может быть и, как правило, он продолжается. Но давайте перечислим какие-то основные типовые функции. Прежде всего, это функция управления потреблением электроэнергии за счёт осуществления оперативного контроля за расходом электроэнергии и своевременного принятия организационно-технических решений, которые обеспечивают более рациональное использование электроэнергии. Вторая функция – это осуществление оперативного контроля потребления электроэнергии, осуществление контроля за соблюдением пиковых ограничений по электропотреблению как для отдельных потребителей, так и для групп потребителей. Третья функция – это обеспечение точности, достоверности и своевременности предоставляемой персоналу информации. Ну, и в качестве такого резюме, которое, в общем-то, конечно, менее важно по сравнению с теми пунктами, с теми функциями, которые я перечислил до этого момента, но, с моей точки зрения, всё-таки немаловажные. Потому что, когда у человека, у специалиста появляется возможность сравнить те решения, которые применялись в прошлом в силу определенных обстоятельств, возможностей на предприятиях и тех возможностей, которые предлагает сегодняшний уровень современной промышленности, сегодняшний уровень технологий. Когда видишь вот этот контраст и общаешься с работниками предприятий, понимаешь, что вся эта работа была сделана сто процентов не зря. И вот для формализации этой мысли, да, вот здесь приведён такой четвёртый пункт – это повышение производственной культуры труда оперативного и обслуживающего персонала. Действительно, даже вот замена оборудования, вот поверьте мне, да, и, может быть, здесь среди аудитории, да, присутствующей на вебинаре, есть такие специалисты, которые работают на подобного рода предприятиях, да, или встречались в такой ситуации. Вот появление нового оборудования, новых идей, новых решений, действительно даже стимулирует работать по-другому, даже несмотря на какие-то другие объективные и немаловажные моменты. Ну, что позволяет ещё эта система? Система позволяет, в общем-то, осуществить всевозможные функции. Действительно, то программное обеспечение и те аппаратные средства от компании Schneider Electric, которыми мы тесно работаем и пользуемся у ней соответствующим доверием и уважением, иначе мы не смогли бы просто работать. Вот этот список функций можно расширить. И ещё раз повторюсь, да, ещё раз повторю ту мысль, которую я сказал в самом начале нашей беседы. Если вас заинтересовала эта система, если вот те решения, которые вы увидели сегодня, действительно показались вам интересным, я вам рекомендую посмотреть наши вебинары не только по системе Клиаскада, но и по тем же самым Скадапакам. Информации там достаточно много, может быть, не всем она будет интересна в полном объёме, но всё-таки я рекомендую вам познакомиться с этими вебинарами. Ну, и в качестве такого положительного аспекта, положительного момента, мне хотел бы выделить всё-таки такой момент, о нём я уже, в общем-то, говорил, но хотелось бы всё-таки ещё раз сказать об этом, что система отличается простотой настройки, да, вследствие того, что само программное обеспечение и аппаратные возможности, представляемые наше оборудование, они уже проверены уже десятилетиями. Вот все детские болезни новых систем, они уже давно уже не актуальны. Поэтому, если вы столкнётесь с такой системой, да, я надеюсь, что рано или поздно вы столкнётесь с ними, то вы оцените те положительные моменты, положительные функции, положительные возможности, которые предлагает это оборудование. Также эта система отличается универсальностью, быстрой адаптации к изменениям структуры, к расширению системы также, эта система благосклонна. А также, тоже я уже об этом говорил, эта система отличается стойкостью воздействия электромагнитных и радиочастотных помех и позволяет работать в условиях низких температур. Ну, а я, в свою очередь, говорим, до свидания, для будущих встреч. Продолжение следует...